Всем привет ребята, меня зовут богатейщий Ди и добро пожаловать в новый выпуск. В мире криптовалют в последнее время происходит столько всего, столько хороших событий, что я не успеваю их освещать у себя на канале. Сегодня я хочу рассказать вам потрясающие вещи о биткоине, рипле и о министерстве юстиции Соединенных Штатов, которое буквально 5 часов назад очень удивило всех своим неожиданным заявлением. Даже не знаю что круче, то что произошло с биткоином или то что сделали Соединенные Штаты сегодня. В любом случае давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео, меня это всегда очень мотивирует на создание нового контента. Начнем с официального объявления Ripple. В своем твиттере они написали, сегодня мы запускаем Line of Credit, это бета-версия сервиса на Ripple.net. Сервис позволяет клиентам использовать ликвидность по требованию для инициирования трансграничных платежей с использованием цифрового актива XRP. Ребята, простыми словами, клиенты, которые используют ODL, могут взять у Ripple кредит на XRP. Таким образом, при отправке трансграничного финансового сообщения, они могут оплатить только комиссию. Эта услуга последний шаг Ripple в их видении того, как нужно строить интернет ценности и преодолевать финансовые барьеры. Вице-президент Ripple Ашиш Беруа говорит, Наши клиенты говорили нам снова и снова, что доступ к капиталу является самым большим препятствием для роста. Быстрое масштабирование просто необходимо. Если у вас есть большой баланс, вам легче, но стартапы, малые и средние предприятия, а также электронная коммерческая деятельность, к сожалению, не имеют таких ресурсов, чтобы получать такое же масштабирование. Теперь клиенты ODL могут использовать Line of Credit, который обеспечит им предварительный доступ к капиталу, что позволит вам, как бизнесу, масштабироваться, выходить на новые рынки и привлекать новых клиентов. Line of Credit позволит повысить масштабируемость и эффективность вашего бизнеса. XRP это ключ к этому, к тому, что предлагает RippleNet. Мы предлагаем нашим клиентам решения, которые раньше были доступны только через устаревшие системы, но наши решения лишены затраты чрезмерных расходов. Дальше, только больше, заканчивает вице-президент Ripple. Скажите мне, не звучит ли это как масштабные новости, не только для Ripple, но и для криптовалюты? С Line of Credit Ripple XRP становится более дефицитным и востребованным. Ripple начинает переступать через все преграды и препятствия и становиться примером для остальных криптовалютных проектов. Похоже, единственной преградой на их пути являются только регуляторы. В Ripple это знают, и регуляторы это тоже знают. Крис Ларсен своими агрессивными заявлениями, похоже, разбудил регуляторов. Сначала я сказал вам, что угроза выпроводить Ripple из Соединенных Штатов это просто политический спектакль. Сам Ларсен обозначил первой страной в списке потенциального переезда Ripple – Великобританию. Если ты хочешь быть в этом бизнесе, скорее всего тебе придется делать это в других странах. Если честно, мы задумываемся о переносе офисов куда-то в более дружелюбные юрисдикции, чем США. Например, Великобритания. А что если Ripple действительно покинет Соединенные Штаты и уедет в Лондон? Во-первых, я не думаю, что это имеет большое значение, потому что Ripple XRP в конце концов – международная технология, не знающая границ. Поэтому я считаю, если американские регуляторы выпроводят Ripple, хуже от этого будет только штатам. И еще я думаю, что регуляторы в Соединенных Штатах не являются настолько глупыми, чтобы выгнать Ripple, а не получать выгоду из того, что этот Ripple может дать для их финансовой системы. Так что, ребята, до сих пор это являлось и является спекуляцией. Однако с новой объявленной технологией Ripple стал еще ближе к тому, чтобы стать банком уже в 2020 году. Вслед за Кракеном, а после Ripple, скорее всего, и Coinbase тоже. Скажем, к 2024 году это может произойти. Это значит, что у Ripple будет IPO. Это значит, что у Ripple будет даже своя собственная карта, которой можно будет оплачивать продукты в магазине, например. По-моему, это просто нереально круто. Перейдем к биткоину. Потрясающие новости для главной криптовалюты. Я нашел, биткоин практически можно назвать мировой резервной валютой, мировым резервным активом. Вы скажете, да ну не, бред какой-то. Не спешите с выводами, послушайте, что я хочу вам сказать и уже тогда решите, является ли биткоин после этого резервным активом или же нет. Во второй раз за 2020 год публичная компания купила биткоин буквально вчера. Square только что перевели 1% своих резервов в биткоин. Какая компания будет следующей? Действительно, вы замечаете этот намечающийся тренд? Публично торгуемые компании переводят свои валютные запасы в биткоин. Вот официальный твит компании. Сегодня Square объявляет о покупке биткоина на 50 миллионов долларов. Мы верим, что криптовалюта это инструмент, который расширяет возможности в экономике и предоставляет способ участвовать в глобальной монетарной системе. Это совпадает с нашими целями, заканчивает представитель компании. Сколько же биткоинов они купили? Джек Дорси, владелец компании Square и создатель твиттера, приобретает 4709 биткоинов на счет компании Square. Практически 5000 биткоинов. Это вторая публичная компания в 2020 году, которая переводит часть своих резервов в биткоин. Как вы помните, некоторое время назад другая публичная компания MicroStrategy перевела почти полмиллиарда долларов в биткоин. И это является около одной трети всей ее капитализации. На данный момент компания владеет почти 40 тысячами монет биткоинов. А ее генеральный директор Майкл Сейлор становится одним из ведущих про-биткоинеров на планете. В мире никогда не будет больше, чем 21 миллионов биткоинов. Так что мы говорим о том, что биткоин это бесконечно твердый актив, в то время, когда золото мы можем добывать и добывать. Я понял, что на долгосрочной перспективе биткоин является более твердым активом, чем золото. Кстати, если вы не видели это видео, ссылка на него будет в описании. Это эксклюзивное интервью Майкла Сейлора, генерального директора MicroStrategy, компании, которая вложила полмиллиарда долларов почти в биткоин. На самом деле, 4709 биткоинов, которые приобрела компания Джека Дорси, это не 1% от их валютных резервов, а только 0,64%. СМИ, как всегда, округлили до более красивой цифры. Но все-таки это 50 миллионов долларов. Сумма так-то немаленькая, согласитесь. Для Square это является большой сделкой. Даже акции этой компании после такого объявления выросли. Так же это сделал и биткоин. Вот почему он вчера смог на некоторое время преодолеть 11 тысяч долларов. Это и есть вопрос на то, почему биткоин вырос вчера и продолжает это делать сегодня. Но давайте поговорим не о техническом анализе, давайте подумаем о фундаменталах. Уинклвас пишет, биткоин находится на своем пути, чтобы стать корпоративным казначейским активом. Майкл Сейлор и Джек Дорси находятся во главе этого. Скоро множество других компаний последует их примеру, и в конце концов это сделают центральные банки. Это лишь начало. Ух, как я завелся-то. К вопросу о том, что биткоин становится мировым резервным активом. Этот вид помплиана, он пишет, сначала биткоин использовался как резервный актив отдельными людьми. Теперь корпорации начинают использовать биткоин как резервный актив. В конце концов и центральные банки начнут использовать биткоин как резервный актив. Это вопрос времени. Ребята, биткоин становится новым мировым резервным активом. С ослаблением доллара эта роль биткоина будет только укрепляться. Ведь именно пошатнувшиеся позиции доллара в качестве мировой резервной валюты заставили Майкла Сейлора перевести большую часть валютных запасов своей компании в биткоин. Майкл сравнил валютные запасы своей компании в долларах с огромным айсбергом, который постоянно тает. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях прямо сейчас. И наконец мы переходим к Соединенным Штатам, точнее к Министерству Юстиции США, которая буквально 5 часов назад опубликовала отчет о криптовалюте, в котором я нашел потрясающее заявление. Сам отчет просто огромный, огроменный. Я его опубликую в Телеграме, ссылка на Телеграм будет в описании под видео и в прикрепленном комментарии. В первой половине документа речь идет о потенциальных рисках и угрозах, связанных с криптовалютами. Речь идет, например, об оплате нелегальных товаров и услуг, отмывании денег, уклонении от налогов и хакерских атаках. Также документ описывает то, как США работают над регулированием криптовалют. В частности, их внимание сейчас особенно заострилось на развитии DeFi. Минюст США сравнивает DeFi с ICO-бумом в 2017-2018 годах. Вывод всего документа таков, что все эти риски и угрозы нужно устранить. Тогда потенциал криптовалюты блокчейна можно будет развивать. Но самые потрясающие слова, которые меня задели до глубины души, и я думаю вас тоже заденут, следующее. Минюст США заявил, что цифровые активы могут стать причиной роста экономики Соединенных Штатов. По их словам, они могут стать новым прогрессивным способом хранить и передавать ценность. Другими словами, они только что сказали, что криптовалюты, цифровые активы, спасут нашу экономику от смерти. Услышать такое от американского министерства означает только то, что я вижу подтверждение всему, во что я так долго верил и что я так долго проповедую у себя на канале. Знаете, после сегодняшнего дня я верю в наш успех еще больше. Новая цифровая экономика будущего это то, к чему мы сегодня готовимся, пока остальные даже не замечают, как строится новая инфраструктура. Кстати, если вы не видели мой вчерашний ролик, в нем я показал вам, как и кто строит эту новую инфраструктуру. Я нашел многих людей из тех, кто занимается созданием новой экономической системы и буквально весь видеоролик это их прямая речь о том, как, кто и почему. Плюс они рассказали даже о том, почему они хотят использовать биткоин, эфириум и рипл xrp и как они их используют. Вот очень интересный видеоролик и вы хорошо его поддержали, судя по соотношению лайк-дизлайк. Ссылка на него будет в описании. А на этом все, меня зовут Богатейший Дип, поставьте лайк, если видео было интересным, а также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. Фу, ну и скороговорка. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok